В погоне за эпатажем некоторые люди теряют всякую меру, не оставляя и следа от прежней внешности. Всё это относится к Александру Шпаку, русскому бодибилдеру, звезде Инстаграма. Широкая общественность осуждает мужчину, ставшего похожим на фрика, однако его популярность не страдает от этого. Когда-то Александр сделал ставку на внешность и нисколько не пожалел об этом. Он мечтал о славе, но не имел никакой возможности стать известным благодаря певческому или актёрскому таланту. Шпак пошёл иным путём – украсил своё тело пирсингом, многочисленными татуировками. Он ставил импланты в ягодицы, грудь, нарастил клыки. Но перед тем, как мы начнём, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живёт Александр Шпак, биография и интересные факты. Бодибилдер родился в Ленинграде 1 апреля 1979 года. Люди, рождённые под знаком Овна, во всём стремятся быть первыми. Это свойство в полной мере присуще Александру. Он хорошо помнит школьные годы, когда уже в нежном возрасте очень отличался от сверстников своим нестандартным мышлением. Многие поклонники убеждены – все поступки этого человека продиктованы наличием травмы, которые он получил в раннем детстве. Его мама была педагогом, отец – военнослужащим. Отец много времени уделял службе. Семья часто переезжала на новое место жительства, был период, когда она жила за полярным кругом. У отца не было возможности заниматься воспитанием сына, зато он сумел вовремя приучить мальчика к спортивным занятиям. Строгий, но справедливый папа готовил сына к армии, заставлял подтягиваться, отжиматься, заниматься бегом. Большую часть своего детства Александр провел в обществе мамы и бабушки. С 12 лет подросток стал посещать тренажерный зал, где каждый раз устанавливал новые рекорды. Он был развит не только физически, но и умственно, рос очень начитанным мальчиком. В 5 лет родители отдали его в школу, в 15 лет юноша стал студентом вуза. У Шпака два высших образования он стал финансовым менеджером и специалистом по ценным бумагам. Несмотря на наличие двух дипломов и престижных, востребованных специальностей, Александр не захотел связывать свою жизнь с банковской деятельностью. Спортсмен решил стать тренером. Он работает в спортзале, занимается разработкой комплексов упражнений, рационом питания для тех, кто желает стать обладателем красивого тела. Шпак является владельцем собственного магазина спортивных товаров. Эта торговая точка стала центром большого скандала. Здесь были обнаружены анаболические стероиды. За их реализацию владелец магазина привлекался к суду, получил условный срок – три года. Некоторую часть анаболиков тренер хранил в собственной квартире. Именно здесь правоохранители задержали Шпака. Первая партия поклонников появилась у скандального тренера, когда он разместил на сайте LiveJournal фотографии своего отдыха на берегах неизвестного водоема. Фото стремительно распространились в сети, их горячо обсуждали известные блогеры. Ажиотаж был только на руку Шпаку, с каждым днём он становился всё более популярным. Десять лет назад Александр предпринял ещё одну попытку подогреть интерес к себе. Разместив в сети необычные фото собственной свадьбы, он долго наслаждался вниманием зрителей. Вкус славы оказался весьма приятным. Шпак решил поддерживать её самыми разными способами. Он создал собственный ютуб-канал, предназначенный для работы со зрителями. Здесь тренер не только даёт ценные советы, но и делится с поклонниками своими размышлениями. Необычная внешность известного блогера стала своеобразной приманкой для телевизионщиков. В течение последних лет тренер часто появляется на экране. В программе «Забили на красоту» он стал гостем телевизионного шоу «Говорим и показываем». Присутствие в студии этого тренера заинтересовало многих зрителей. Он поведал поклонникам, по какой причине так увлёкся пластикой и татуировками. На тело шпака нанесена одна единственная татуировка. Это звучит неправдоподобно, но тренер объяснил, в чём тут дело. Для начала ему пришлось удалить родинки по всему телу. Их было так много, что на освободившееся место шпак решил нанести тату. За первые три года тренер оплатил 150 сеансов, покрыв татуировкой 70% от площади всего тела. На нанесение всего изображения он потратил 22 тысячи часов. Общая стоимость татуировки превышает 5 миллионов. В рамках передачи в нескольких словах шпак поведал и о своём мужском здоровье. СМИ часто ходят слухи о том, что он удалил яички. Александр опроверг нелепые домыслы. Сообщил, что его мужскому здоровью могут позавидовать многие представители сильного пола. В 2017 году супруги шпак стали участниками передачи «Мужское женское». Программа была посвящена тем, кто увлечён татуировками. После этого зрители увидели скандального блогера в передаче «Пусть говорят». Появлялся он и в студии Comedy Club. В Инстаграме Александр появляется каждый день, выкладывая для подписчиков маленькие видео из собственной жизни. Здесь ролики с тренировками, записи с приготовлением различных блюд. Без участия шпака не обошлось открытие некоторых российских фитнес-центров. Все мы помним запуск белгородского проекта «Мечта и реальность», когда фанаты долго ожидали самолёта с семейством шпаков. Чтобы как следует встретить своего любимца, они даже отложили начало торжества. Системное нанесение татуировок сделало Александра очень требовательным к собственной внешности. Ему захотелось попробовать более кардинальное мероприятие. Тренер стал пациентом пластических хирургов. Сравнивая фотографии атлета до и после операций, можно сделать вывод, что никакого вмешательства ему и не требовалось. От природы он был достаточно красив и статен, но спортсмен считал ему не по пути с теми, кто во главу угла ставит внешнюю привлекательность. После 15 операций внешность мужчины изменилась неузнаваемо. Некоторые хирурги и стоматологи работали над изменением его внешности бесплатно из так называемой любви к искусству. Он прошел многие испытания, липосакцию, фронтопластику, наращивание, извлечение ягодичных, грудных имплантов. Создание новой необычной внешности мужчина завершил татуажем на глаза и брови. Насмешливые хирурги шутят, считая, что на теле этого человека просто нет живого места. Но Александра это не смущает, ради популярности в сети он готов на все. Теперь о личном. Яркий, активный представитель огненного знака всегда пользовался вниманием женщин. Оригинальная внешность мужчины привлекает их даже сейчас. Александр шесть раз состоял в официальном браке, что является свидетельством его традиционной сексуальной ориентации. Несмотря на частые походы в ЗАГС, мужчина не считает себя идеальным семьянином и пока не готов к руле родителя. Ирина Мещанская, его шестая уже бывшая жена, разделяет точку зрения своего супруга насчет детей. На момент совместного проживания они прекрасно ладили друг с другом, ни разу не поссорились за время квартирного ремонта. На окраине северной столицы молодожены снимали квартиру, где кроме камина была и мраморная столешница с золотыми вкраплениями, огромная гардеробная, розовая спальня. Александр дал своей жене ласковое прозвище – Мася. Они вместе работают над страничками в Инстаграме, отдыхали за границей. Многим запомнилось их свадебное торжество. Тренер нарядился в светлый летний костюм, надел рубашку с коротким рукавом. Невеста предпочла традиционную одежду, однако пара не смогла обойтись без эпатажа. Яркой деталью стал алый маникюр, который красовался на руках обоих брачующихся. На торжестве присутствовало двое свидетелей. После ЗАГСа и венчания молодожены отправились в свадебное путешествие, которое прошло на берегу океана. Несколько лет назад тогда еще супруги обзавелись огромным коттеджем, стоимость которого оценивается в 60 миллионов рублей. Но не все так однозначно, в интернете писали, что реальная стоимость дома в районе 30 миллионов и куплен он был в ипотеку. Мрачное прошлое особняка не смогло отпугнуть смельчаков. Известно, что в стенах шикарного дома когда-то произошло жестокое убийство. На семью бывшего хозяина, чиновника высокого ранга, было совершено разбойное нападение. Сейчас дом, обставленный дорогой мебелью, выглядит весьма презентабельно. Это можно было увидеть на страницах Инстаграма, где Ирина демонстрировала новую недвижимость. Пара активно занималась обустройством двухэтажных апартаментов, расположенных на участке в 15 соток. Впрочем, не обходится без проблем и переживаний. Для любого человека переезд – это огромный стресс. Главное, как не разбить и перевести в целости и сохранности. Упаковать, погрузить, распаковать, разложить и сразу впадаешь в панику. Без паники. Из Питера привезли винный шкаф с коллекцией, и до единого бокала все было в сохранности. В Москве это уже второй переезд, и реально не страшно, а просто волнительно. Но это приятные эмоции. Делилась Мася с подписчиками. К слову, этот коттедж знаком многим представителям российского шоу-бизнеса. По крайней мере, именно так утверждает певица Сара Окс, которая тоже положила глаз на эту недвижимость. Он и правда шикарный, там же снимали клип, в котором участвовал Никита Джигурда. А потом узнала, что ранее там произошло жестокое убийство. Об этом случайно услышала от нашей уборщицы. А ей проболталась служанка хозяйки дома, которая его нам и сдала. В общем, ее покойный муж был чиновником. В коттедж проникли бандиты, и, угрожая пистолетом, стали требовать деньги и украшения. Затем они выстрелили в хозяев, которых предварительно связали. Мужчине попали прямо в сердце, и он умер. Предполагаю, что нынешние жители об этом просто не знают. Хотя, если не верить в энергетику и все такое, то можно и не заморачиваться, рассказывала блондинка. Но Сара, узнав о страшной трагедии, все же съехала из злосчастного дома, в котором много осталось от прежних хозяев – джакузи, мебель с позолотой. Но счастливой жизни в доме не получилось, и Шпаки развелись летом 2021 года. Мася Шпак стала гостью YouTube-шоу «Алена Блин», где раскрыла причины расставания с возлюбленным. По словам блогерши, в прошлом она пережила серьезное предательство. Первый муж изменил с ее подругой и сестрой. А Саша стал тем мужчиной, которому девушка смогла доверять. Но и это не спасло отношения. Последнее время Шпак словил звездность, и у него начала расти корона, призналась Мася. Оказалось, что Мася попросту разлюбила Шпака. По ее словам, она одиночка и сложный человек, которого Александр так и не смог разгадать. Проблемы пары начались еще три года назад, о чем Мася предупреждала супруга, но тот не хотел уступать. «Я так почувствовала и решилась, любовь прошла, но ты все сделал для этого. Ты баран. В свое время делала шаги к тебе, но ты вел себя непонятно как. Совсем критичные были два года, но убиванием меня ты занимался целых три», – говорила обиженная супруга. Блогер Александр Шпак похвастался своим подписчиком, что зарабатывает по 2 миллиона в месяц. Поклонники блогера удивились, как ему удалось добиться такого результата так быстро, благодаря упорству и трудолюбию. Блогер Шпак после развода с женой массей постоянно ищет новые пути заработка. Недавно он заявил, что заводит личный аккаунт на площадке OnlyFans, где обычно девушки продают свои интимные фото за деньги. Александр же решил пойти еще дальше и не только поделиться с миром кадрами своего тела, а заняться просвещением граждан в сфере отношений. Он даже разместил большое расписание, оповестив тех, кто захочет его послушать о теме беседы. В комментариях новую инициативу Шпака высмеяли, отметив, что он не смог сохранить брак шестой по счету. Ныл, что не может быть один, нашел мигом девушку, которая его бросила, а теперь вернулась вновь. Ему ли рассуждать о семье и длительных отношениях? Не смешил бы уже народ. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok